Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Вечерний разговор». Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях у меня сегодня доктор наук, бывший министр образования, экс-посол и еще очень много регалий Виктор Иванович Сверкут. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Сверкут. Среди вас, как вас правильно называть? Виктор Иванович. Нет, я понимаю, я могу вас называть Домал Виктор. Нет. Могу называть Виктор Иванович, могу называть Домал министр, Домал посол. Это же все в наших традициях. Да, но я думаю, что Виктор Иванович достаточно. Потому что чем хорош Кишинев, будем называть, будем говорить, как принято, молдавану румын, как принято... А вы знаете, это неверно, между прочим, в обращении Домал Александр. Это обращается к очень близким, с соседнем можно. А обычно обращается или же по фамилии, или же по должности. То есть... Так, вот, Виктор Иванович историк. Да, Кромея собор, если вы говорите по-румынски, обращайтесь. Ко мне Дом на Сверху, Дом на Амбассадор. Дом на Амбассадор, да? Дом на Амбассадор, да? Дом на Амбассадор. То есть, я знаю, что можно говорить о том, что ввиду того, что это ваши экс были должности, но звать имею право так. Нет, почему экс? Дело в том, что я имею рамп чрезвычайного полномочного посла. Это пожизненный. Так что это не экс. Нет, все понял. Дом посол, да? Виктор Иванович, тогда будет Виктор Иванович. Так все проще, да? С удовольствием. Значит, давайте сначала попьем кофе. Хотя я знаю, что вы кофе бросили пить. Может быть, все-таки вы попробуйте чашечку кофе. Благодарствуй. Есть традиции. Сначала глоточек водички для освежения рецепторов. Нет, я с удовольствием подюхать. Между прочим, самое интересное, раз вы, будем говорить, доктор исторических наук. И педагогических. И педагогических, да. То это кофе с историей. Потому что вот это кофе, мы его сами жарим, мы его назвали пушкинский кофе. Почему? Потому что Пушкин в Кишиневе пил кофе. И потом он в Евгении Нигине писал, как мусульман, в своем раю с восточной гущей кофе пил. Есть, как Пушкин писал, в любые валяться на полосатых диванах. Есть вкуснейшее варенье дольчанцу и пить крепчайший молдаванский кофе. И я нашел, что во время, вот в начале 19 века в Петербурге пили бразильскую арабику. Потому что Петр Первый привез как раз в Российскую империю кофе из Голландии. Голландский метод. Потому что он жил же тогда у бургомистра Амстердама, который был как раз импортером кофе в Голландию. В кофейниках больших. А восточный кофе пришел в Российскую империю через нас. Потому что Первый молдаван был кофе в 1509 году, когда пишут Летпися Хинникулча. И все пили в Джезве и Брик Турческ. И поэтому культура турецкого кофе тут присутствовала. И вот я нашел, что в Одессе как раз в то время пили ливанский мокко за 34 рубля. В два раза дороже, чем в Петербурге. А это была смесь эфиопских и еминских сортов кофе. Поэтому в нашем кофе есть эфиопский кофе. И есть кофе Рио Минос Бразил, растущий на йодистых почвах в Бразилии. Который для эспрессо является дефектом. Но его покупают турки, арабы, евреи. Все те, кто варит кофе в Джезве. Потому что напоминает старый еминский сорт. Так что мы пытались... Да, попытались воссоздать атмосферу. Так что будем считать... Атмосфера близкая мне. Потому что на протяжении многих лет ты имел участие работать в Турции. И не пить кофе. И не пить кофе. Зато прекрасный чай. Да, но между прочим, самое интересное, я сейчас читаю, в Турции все время сейчас растет население. Импорт кофе остается на том и том же уровне. То есть, Турция переходит на чай. Потихоньку. Но традиционно. Традиционно чай они пили. Я могу еще сказать. Ну, вопрос, в принципе, у них сейчас с каждым годом увеличение потребления чая. Увеличение потребления. При том, что и снижение потребления кофе. Здесь объяснение очень простое. Дело в том, что традиция кофе, она в большей степени присуща городам. А чай, это все-таки в сельской местности употреблялось. Это первый момент. А второй разница в цене. Ну, насколько я знаю, чай, это Кемаль, это Турк. По-моему, в 1920-х годах, вот он начал, завезли, насколько я вот читал, они завезли чай. Советский Союз продал чай. Вот они купили грузинский чай, это Краснодарский. Стали выращивать у себя чай. Нет, чай-то они пили, но именно стали активно выращивать свой чай вот после 20-х годов, 20-го века. Я бы сказал, что это экстенсивное. А до этого был чай у них. Ну, чай-то пили все, да. Более того, допустим, культура потребления чая, она же и в арабских странах, наряду с кофе. Вот так. Более того, стаканчики для чая, они имеют почти одинаковую форму. Это форма, знаете, как она называется? Армут или бардак. Нет, бардак – это стакан. Армут. Армут, да. Проблема – это не армут, в принципе, а это гюль. То есть, это тюльпан, если вы обратите внимание. Вот тюльпан – это эпоха тюльпанов. Начинается со временем султана Ахмеда III. А это 1703-1730-е годы. То есть, гораздо раньше, нежели это тюрк. Скажите, пожалуйста, а вы, когда были в Стамбуле, там же праздник тюльпанов знаменитый. Да, великолеп, конечно же, в садах. Это настолько, вот я смотрел, как это красиво, в общем-то. Я вам хочу сказать, что вообще, если вы посмотрите, побываете в Стамбуле… В Стамбуле и был. Да, особенно в этот период, потому что речь идет как раз о… Майе. Майе, да. Да. Это не только вот в садах, это повсюду. Повсюду, в парках, в аллеях. Береколепные делаются, так сказать, рисунки из цветов. Просто чудесно. Я вам хочу сказать, что не только в Стамбуле, в ряде других городах проходят другие праздники. Вот, допустим, праздник граната, или праздник черешни, или праздник апельсинов. Праздник черешни? Да. Да. А как он празднуется? Великолепно. Это вот юго-западные районы Турции, где выращивается огромное количество садов как раз черешни. И что самое интересное, черешня в изобилии, вишня в меньшем количестве. Нет, я просто к тому, что, в принципе, а почему у нас не сделать? Черешня у нас растет же. У нас, по-моему, был, когда я был... Ну, допустим, у нас в Садово делает праздник клубники. Насколько мне известно, есть в Сорохах тоже праздник слив, или что-то в этом роде. Можно сделать общенациональный праздник сделать? Прекрасно так. У нас сделали праздник, общенациональный праздник вина. А вот если сделать праздник еще винограда, вот это было бы интересно, потому что он охватывает все районы страны. У нас, я помню, был, по-моему, когда я был молодой, был такой фестиваль музыкальный «Черешар», который был на Цепхио, там, в Зеленом театре. Почему не возобновить его? И вопросы опять же... У нас много чего забывается, к великому сожалению. Очень много. Иногда, думаю, что люди, приходящие к власти, считают, что все начинается с белого листа. То есть, вся история начинается с них. Забывая о том, что до них это поколение, это предки, которые создавали эту культуру, я ее называю, молдавская, она по форме национальная, а по содержанию интернациональная, потому что это сплав огромного количества различных культур. Молдавская, украинская, русская, гагаузская, болгарская, еврейская. Вы молдаванин, да? Да. Язык с детства был молдавский, да? Ну, тогда он назывался молдавский, сейчас называют румынским. Молдавский, а когда вы по-русски заговорили, потому что мне интересно. Одновременно. Одновременно, более того. Вы же в Кишиневском поколении. В девятом. И вы все знаете, то есть, ваши самые первые, будем говорить, первые кишиневцы, это какой год? Это, сейчас вам скажу, я нашел в метрические записи в Национальном архиве, это 1813 год, когда из села Тадиреш, вот на Ваненского района, переселились в Кишинев. Вот оттуда начинает история наших родов в Кишиневе. Это фамилии Спринчан, Макари и Абаби. Вот эти фамилии, которые лежат в основе. Так улица Спринчана, это получается? Нет, 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 нет. Это другое. Ну, а вдруг я спринчан. Нет, 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 нет. Это другое, совсем другое. Не доросли мои предки, для того, чтобы их именами назывались. И вы знаете, где вот эти вот родовые, где у вас стал родовой дом? Конечно, конечно. Более того, я застал, я родился на Малой Малине, как раз в доме, который был построен не прадедом, а прапрадедом моим. Так что очень хорошо. Очень хорошо знаю. А у вас сохранились какие-то вещи, которые идут там? У меня, например, есть, мне мой папа подарил от моего дедушки, есть подстаканник серебряный. Мы даже в конце прошлого тысячелетия праздновали строить этот подстаканник, потому что 1890 какого-то года. То есть вот, а есть у вас какая-то такая реликвия семейная, которая передается вам? Икона. Икона, да? Да. Икона, которая передается. А сколько лет иконе? Ну, я думаю, что лет 150, где-то, может, больше. То есть, в принципе, это... А как она, если не секретно, передается? То есть, каждый кому? По-совершенству. По-совершенству, да? Да. Совершенно верно. Ну, это очень хорошо, когда есть. Дело в том, что вы знаете, что в Кишиневе тогда очень мало было действующих церквей. И кафедральным собором, после того, как в 1962 году закрыли Кишиневский кафедральный собор Рождества Христова, кафедральным собором было на Чуфле, да, напротив Академии наук. Вот там я крестился, там меня крестили, а потом, начиная с двухлетнего возраста, бабушка меня каждое воскресенье водила туда. Так что... Скрипасов, как вы стали дипломатом? Мне просто интересно. Нет, вот вопрос вообще-то, вы же доктор педагогических наук, вы доктор исторических наук. Вы даже еще и дипломат одновременно. Вы еще даже министром образования были. То есть, вот такие интересные повороты. Коллизии. Коллизии, да, такие повороты. И вы еще писатель, вы пишете исторические книги. Я не могу назвать себя писателем. Я исследователь. Это не одно и то же. Писатель все-таки, это несколько другое. Я не могу на себя мантию писателя предложить. Но это же ваши книги. Да, совершенно верно. Но это результат исследований. Дело в том, что мне очень здорово повезло. Потому что я поступил и учился, и закончил исторический факультет нашего Кишневского госуниверситета в золотое время. В золотое время исторического факультета. Великолепный преподаватель, исследователь, мой научный руководитель Афанасий Васильевич Репида, старейший декан, 25 лет возглавлял деканат, или факультет, лучше сказать, исторический в Кишневском госуниверситете. Великолепные преподаватели, как Анатолий Морисович Миркин, Рудольф Юрьевич Энгельгард, Михаил Павлович Монтьян. В общем, я могу продолжить череду этих личностей, действительно личностей, которые принесли огромный вклад в создание целой школы историков. И благодаря моему преподавателю, моему учителю Афанасию Васильевичу, он меня навел на тему, в то время надо было писать дипломную работу, и он мне предложил тему «Морглавские гусары в русской армии». Вот я, начиная с 1978 года, начал исследовать эту тему. И, по-моему, очень из немногочисленных студентов, который написал работу на материалах архивов. Я работал в архиве внешней политики Российской империи, в архиве древних актов, до того, как написал и защитил свою дипломную работу. – Это же был Молдавский гусарский полк такой, да? Первый был Валарский полк? – Нет, нет. Дело в том, вы меня заставляете перейти к непосредственно этому исследованию, которое я обликовал. – Это же интересная, это же история наша. – Да. Дело в том, что, занимаясь историей молдавских гусаров, я вообще углубился в историю гусарства как такового. – И это дал мне возможность познакомиться со многими материалами, которые были опубликованы в Венгрии, во Франции, в Польше, в Италии и так далее. – И эти документы, которые я нашел, дали возможность мне говорить или проследить, допустим, историю возникновения гусарства, начиная с 14-го столетия. – И само слово «гусар»… – Венгерское, да? – Нет, абсолютно ничего общего венгерского не было. – Видите ли, в чем дело, мне повезло, будучи в Венгрии и изучая венгерский язык, разобраться, потому что часто писали так «хусар», «хус» – это 20, «ар» – это земельный надел, что один из земельного надела, из 20, вернее, один выбирался. Ничего подобного. – Это латинского происхождения, и переводится в значительной степени, или связан с тем, как это называлось, «курсор» или «корсар», быстро передвигающийся. Но если «корсары» – это на море, то «хусары», производные от «курсора», это на суше. Вот оттуда берет начало. Затем в Сербии, в Венгрии, Польше этот вид кавалерии распространился по всей Западной и Восточной Европе. В 1634 году, когда начало формироваться Михаилом Федоровичем Романовым, постоянное войско, он начал набирать наемников. И вот первыми наемниками в Рейтарском и Гусарском полках – это были выходцы из Молдовы, выходцы из Сербии и выходцы из Венгрии. Так что первый полк, который выступал, был в 1635 году, в составе которого были молдаване. А затем уже, поскольку события внешнеполитической жизни, внутриполитической жизни заставляли многих, особенно в 17-м столетии, молдаван, валахов эмигрировать, я вам хочу сказать, что нападения и нашествия татар, которые были здесь достаточно частыми, не случайно называли Молдову пересечением всех бед. – То есть, вот это Мурейхи так говорил, да? – Да, совершенно верно. – Именно за того, что тут татары? – Совершенно верно. Не только татары, поляки. В общем, здесь многие побывали. Так вот, вынуждены очень многих из-за безденежья, обезземеливания и так далее. Уходить на службу, наниматься. Не случайно самым большим ареалом, где были представлены молдавские кавалеристы, это была Польша. Я вам хочу сказать, что к концу 17-го столетия в составе войска Жечи Посполитой было 20 волошских хорогвий. – То есть, это типа рот. Можете себе представить, какое количество было. Не случайно, когда уже формировалось регулярное войско в Российской империи, был принят опыт Польши, и определенная часть молдаван перешли служить в Россию. В первую очередь, это связано с Кигичем, апостолом Кигичем, который в 1707 году был нанят Петром Великим для того, чтобы сформировал нескольких гусарских или волошских полков. – Да, я все слышу, волошские гусары там были. – Ну, дело их... Они типа гусары, но они не были чистыми. То есть, они были легкой конницей в то время, но назывались волошскими хорогвами, которые участвовали... – В Российской армии, да? – Да, в Российской армии, которые участвовали в различных военных действиях с 1707 по 1712 год. В том числе и в Пруцком походе. К тому времени было шесть волошских полков, принимавших участие в военных действиях. После неудачной прутской кампании они были расформированы, и осталась небольшая часть из них. Но, что самое интересное, расформированные не вернулись назад в Молдавское княжество, а большая их часть осталась служить в Российской империи на различных должностях. Чаще всего это были в ламбелийских полках. Это, так сказать, пограничные стажи. – А уже с 1740 года был создан отдельный молдавский гусарский полк. – Который где-то Краснодар, вот там, да, не служили? – Дело в том, что этот полк находился нет. Он находился на территории Тора, Бахмута, в этом районе. – А о том, что вы говорите, это уже заселение Украины, или, лучше сказать, Новороссии. Почему? Потому что в тот период, 1752 год, 1764 год, согласно политике Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, необходимо было заселять пустующие земли, особенно заселять те территории, которые граничили с Крымом, с крымским ханством. Не случайно к тому времени объявляется набор на русскую службу военных из Черногории, из Сербии, из Молдовы, Болгарии, Валашского княжества. Вот они сформировали два очень больших анклава. Первая называлась Славяно-Сербия, другая – Новосербия, которые в 1764 году указом Екатерины II были преобразованы в Новороссию. Я вам хочу сказать, что к этому времени, только в 1769 году порядка 17 тысяч молдаван из Молдавского княжества переселились в эти территории. Не случайно на сегодняшний день мы говорим о селах, которые сохранили названия, определенные традиции, обычаи, перенятые еще в предыдущем. – А возвращаясь к вашему вопросу… – Можно я сейчас добавлю, потому что просто я выкачу историю парка Штефана Челмаря, городского сада. И вот там есть такой интересный факт, что в 1897 году тут в Кищеневе был представитель братьев Люмер, Феликс Мезгиш, он написал мемуары, который снимал воинские учения кавалеристов, которыми командовал, по-моему, Жосеф, Жером, Луи, Бонапарт, Наполеон. Оказывается, французы, после французской революции, выгнали всех представителей императорских фамилий, Валуа, Бурбонов, всех выгнали из Франции. – И вот племянник Наполеона устроился на службу в русскую армию, стал генерал. – Это Наполеона III. – Да, устроился, но Наполеон Бонапарт был в Кищеневе, но немножко не тот. Поэтому, как будем говорить, в Молдаване ехали на русскую службу, вот этот у нас служил французский. – Да, все пересечения. – Так вот, дело в том, что, возвращаясь к вашему вопросу относительно дипломатической карьеры, начиная с 1979 года и вплоть до 1991 года я работал в госуниверситете, преподавал. С 1981 года я перевелся в педагогический университет, где работал до 1993 года. – Защитился, в общем, преподавал, ряд курсов ввел. – Вы знаете, что в 1991-1992 году из небольшого, по сути дела, формального министерства, как тогда было, министерство иностранных дел, которым руководил комендант, было всего лишь на всего 7 человек к тому времени. – Урил Данила, да, тоже? – Немножко позже. Дело в том, что он был назначен консулом. – Советский дипломат. – Да, совершенно верно. Он так же, как и Попов Михаил Иванович. Так что мы говорим о том, как формировалось министерство иностранных дел. Я несколько раз получал приглашение и, честно говоря, отказывался, потому что отказывался, имея определенный страх, честно вам говорю. Это совершенно новая область деятельности. И нам тогда казалось, что дипломаты в какой-то степени небожители. То есть мы считали, что только те, которые заканчивают МГИМО или что-то близкое к этому, в состоянии работают в области дипломатии. Но, так сказать, третье и последнее предупреждение, которое было дано, я его принял и был назначен в состав главного управления Европы и Северной Америки МИДа. В качестве заместителя директора мне были, или мое ведение, были переданы страны Восточной Европы. Это было вплоть до 1995 года, когда я был назначен советником открывшееся наше посольство в Турции, в Анкаре. И вот с 1995 по 1998 год как раз в первой команде, которую возглавлял Иоанн Ботнару, мы работали. И в тот же период, я хочу сказать, что потребовалось огромное количество усилий для того, чтобы, во-первых, изучить теорию и историю дипломатии. Но, с другой стороны, надо было знать и язык страны пребывания. Дело в том, что у нас никто не преподавал турецкий язык. Да и сейчас не особенно преподается, за исключением лицея «Оризонт». Работать необходимо было с официальными лицами и неофициальными лицами, значительная часть из которых не говорила на английском языке. Так что, после завершения рабочего дня, тетрадку в руки и вперед на курсы турецкого языка. – Ну, это же было интересно. – Очень, очень интересно. Мне понравилось высказывание одного из моих коллег, опытного дипломата, имеющего десятилетие трудовой деятельности на дипломатии, который сказал, что вы очень быстро учитесь. Не только обо мне, но о тех моих коллегах, которые в это время обучались, работали и создавали, по сути дела, дипломатическую школу нашей страны. – Вот с того времени мне как раз повезло, получив языковые знания, иметь возможность более активно участвовать в восточном направлении. – Ну, настолько тем более, что вам как историку по образованию вообще-то попасть в бывшую Османскую империю, которая все-таки… – Вы знаете, я вообще для себя отношу к категории очень счастливых людей. И многое из того, что я изучал теоретически, из истории… Здесь тоже очень положительный момент, потому что то, что я исследовал по истории молдавско-турецких связей, молдавско-русско-турецких связей в 17-го, 18-го, 19-го столетия, я имел возможность этого уже увидеть воочию. Понимаете, те места, где был Дмитрий Контемир, герой моих исследований, я имел возможность посетить место, где он жил. – В Рецово, да? – Ну, это остатки дворца. Но, помимо этого, есть еще и многие другие исторические места, которые связаны с его именем. Таким образом, я имел возможность соединить, с одной стороны, теоретические знания, а с другой стороны, конкретную обстановку, в которой пребывал. Более того, я считаю, что мы не совсем до конца правильно или глубоко оцениваем исторический пласт или симбиоз культур, которыми облагает Турция. Удивительно богатый. Представьте себе, на этой территории нашло отображение и пересечение порядка шести мировых цивилизаций. И все следы этих цивилизаций имеем возможность увидеть, пощупать. – Ну, мне кажется, что вот когда говорят, знаете, по-моему, что про Израиль еще до половины наш народ, мне, читая тоже историю, понимаешь, что и в Турции тоже очень много, потому что они же забирали наши женщин, и у них рождались дети, которые были рождены от молдавских женщин, от русских, от украинских женщин. – Видите, здесь тоже определенный миф. И этот миф исторический. – Хорошо, да. – Я объясню, почему. Дело в том, что турки не осуществляли наше путешествие, набегов и так далее. Они не занимались, так сказать, ловлей, торговлей людей. Главным поставщиком, совершенно верно. Вы знаете, мы же жили бок о бок. С буджакскими, эдисанскими, эдичкюльскими, нагайскими татарами. Понимаете? И когда шли вот эти вот набеги, особенно на территорию Речи Посполитой, Венгрии, они шли через территорию Молдовы. И, естественно, в этом военном походе грабеж являлся естественной добычей. Понимаете? И женщины, они главным образом, как пленные, стекали и не только женщины, но и мужчины, в большей степени женщины. – Кафа? – Нет. Бахчисарай. – Бахчисарай? – Да. – Кафа тоже, по-моему, да. – Там основной рынок был рабов. Бахчисарай. Оттуда уже их переправляли в Турцию. – Но все равно огромных листов, будем говорить, и славянских, и молдавских. – Конечно. – Было тогда. – Конечно. Конечно. Так что, если просмотреть ДНК многих цирков, там вы найдете очень много славянских и молдавских корней. – Но мне кажется, что, если мы сейчас возьмем обратно, возьмем те же самые молдавские фамилии. Русу, Амсуляху, Татару, Казаку, Булгару, Ксасу, кого там еще. – Возьмите Генсари или Хенсари. Это слово Гусар. – У него просто одна клавица была с фамилией Генсари. Генсари – это слово Гусар? – Да. – Да. – То есть, много интересных. Вообще, мы мало уделяем внимания. Вы знаете, у нас район Кишнево-Буюканы. – Да. – Какая аномастика этого названия? – Неготовка. – Стыдузову Неготовка. – Татарская? – Конечно, татарская. – А Буюк? – Буюк, да. – Да. Буюканы – это, как бы сказать, большой стойбище типа этого. Почему? Потому что вот этот вот Чумацкий шлях или соляной путь, который шел из Крыма через Молдову, он же как шел? Из Перекопа, Очаков, затем куда? Каушаны. Каушаны, между прочим, это тоже татарское название. – Ну, это уже столица была Нагайского ханства. – Нет. Она была столицей с 1683 года. Хана Крымского. И эта столица летняя. Только летняя. То есть, они когда выгоняли свои табуны с конца апреля по октябрь, вот здесь как раз и останавливались. А название так тоже татарское. Ковшак. Ковшак – это перекресток. А вот оттуда, затем на Бьюканыд, Кишланово – это тоже новый источник. Тоже татарское, между прочим, название. Оттуда на Леушен, от Леушен на Львов, изо Львова дальше на север. Так что очень много интересных вещей, которые вроде бы лежат на поверхности, а мало что знаем о них. Потому что это надо изучать. Я, честно говоря, недавно, что же, я не помню. Я же сейчас занимаюсь тем, что делаю виртуальные экскурсии. И вот, естественно, ищу материал. И вот я стал как раз… Что же мне попало, не помню, как раз по молдавским фамилиям. Парадам. 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 Нет, именно по фамилиям. То есть, если фамилия, например, греку… То есть, там еще другие есть еще. Те же самые беженари. То есть, и там идет сообъяснение всех, кто это беженцы, и так далее, и тому подобное. То есть, это настолько увлекает, что ты понимаешь, что ничего не сделал. Ты читаешь… В общем, я вот… Ваши книги стал читать в электронном виде. Слава богу, они в электронном виде есть. Это, честно говоря, в электронном виде читать не очень приятно. Все-таки в книжном лучшее. Но спасибо, что ты можешь найти и прочитать это дело. Это… Вот. И спасибо вам за… Будем говорить… За те фамилии, которые вот за того же Катакузина начал читать. И вот… Это фамилии, которых я вообще, честно говоря, не слышал. Это история нашей страны, об этом я не слышал. А вот я хотел спросить вас. Что вы знаете о Павле Ивановиче Федорове? Да. Значит, давайте перебишемся на рекламу. Реклама забыть в телевизоре обязательно. Да. А потом… Дорогие друзья, не переключайтесь. Мне, честно говоря, стыдно. Я не знаю. Давайте после рекламы продолжим наш очень интересный вечерний разговор. Реклама на 21-м. Дорогие друзья, спасибо, что вы не переключились. Продолжаем наш вечерний разговор с доктором исторических наук, с доктором педагогических наук, с дипломатом, с Виктором Ивановичем Цверкутом. Большое вам спасибо, что вы участвуете в этом вечернем разговоре. Еще раз спасибо за приглашение. – Значит, не знаю, кто такой Федоров. Давайте продолжим. – А вот я расскажу вам об этой личности. Это личность, которая… – А, это губернатор Кишиневский? – Он был гражданский, а потом был военный. – Поэтому Федорова я слышал. Да, я знаю. – Вот что самое интересное, что он был военным губернатором до 1934 года в Николаеве. Там же получил звание генерал-майора, участвовал в Отечественной войне 1812 года, в других сражениях и так далее. И вот в 1834 году он был назначен гражданским губернатором Воронцовым. К великому сожалению, опять же, эта личность у нас абсолютно неизвестна, а он руководил в течение 12 лет. – Он же деньги дал на Триумфальную арку, практически все деньги. – Стоп, стоп, стоп. Давайте начнем не с этого. – Я про это знаю, что он деньги дал на Триумфальную арку. – А вы знаете, в связи с чем? Вообще, Триумфальная арка, она является детищем его. Почему? Потому что в 1836 году, когда уже освящен был собор, не были изготовлены колокола. – Вы измоили, я знаю. – Правильно. Дело в том, что я об этом писал как раз в своей книге. – Вот вопрос. Скажите, пожалуйста. А там описывается в книге, как дорогу строить? – Конечно. – Вот это интересно. Вот это я не нашел пока. – Да. Так что вы можете почитать. Так вот, были найдены средства, которые были выделены по приказу Николая I из трофейных турецких пушек, склад которых находился в Измаиле, отлить пять колоколов. Вот с 1837 по 1838 год эти колокола были отлиты по различных размерах. Самый большой колокол весил 6400 килограмм. Так вот, когда их привезли уже в 1939 году в Кишиневку, отлитые, а к этому времени колокольня уже была построена, оказалось, что большой колоколь не входит ни в одну из ниш. – А разломать нише нельзя было? – Так это перестраивать надо было полностью. Вы же не поставите самый большой колокол на верху? – Ну да. – В часовне, так? В основании, по сути дела. И как раз Федоров пришел с предложением построить арку. Более того, создал чертеж этой арки. – А Зоушкевич, который архитектор? – Он был архитектор. А архитектор он делал по эскизу, который изначально сделал вообще талантливый человек Федоров. Я еще одну интересную вещь вам расскажу, касательно его и его вклада в развитие Бессарабии как таковой. Так вот, по его проекту Зоушкевич уже создал чертеж, архитектурный проект. И на строительство арки, который впоследствии стал аркой Победы, он выделил лично, Федоров выделил 4500 рублей серебром. Можете представить. В то время как Кишиневская дума выделила из своих средств 1500. В течение года была арка построена, и колокол был уставленным лентом. А вот почему я сказал, что его вклад в развитие Бессарабии просто огромен. В первую очередь это связано с различного рода учебными заведениями. И что самое интересное, не только училищ, которые были созданы в этот период для православных, но в то же время, допустим, было им же создано, основано училище духовное для еврейских мальчиков. Мало кто знает об этом. Были построены, допустим, католическая хирка, лютеранская церковь. Это все касается Кишинева. Да, меняется фамилия Торичелли, тот, кто строил это. Представьте себе, в течение этих 16 лет население Кишинева удвоилось. А вы знаете, что интересно? Извините, я все-таки закончу с Федором. Дело в том, что вы знаете название города, который есть на юге нашей страны? Кагу. А откуда он берет начало? А начало, опять же, связано с Федоровым. Дело в том, что его супруга в 1840 году у боярина Бантыша купила село Фурмуаса. И на территории этого села они начали строительство. План города был, опять же, создан Федоровым. А поскольку это находится на реке Кагул и связан с Кагульской битвой, название было переименовано из Фурмуаса в Кагул. Вот кто является основателем. Более того, в музее Кагула, региональном музее, находится план цветной, который был создан именно Федоровым. А я знаю, что портрета Федорова нет нигде. Ну, это надо искать. Ищущий да обрящий. Понимаете? У нас просто-напросто никто не занимается историей этой личности. Вы знаете, что самое обидное? То же самое у нас, по большому счету, в центре города нет улицы ни Карла Шмидта, самого лучшего городского головы. Нет у нас улицы того же Федорова. Хотя в том же Бухаресте есть шоссе у Киселёв. И румыны до сих пор чтут эту личность, которая руководила тогда... Органический регламент был создан им. Ну да. Который являлся Конституцией, по сути дела. Вопрос в том, что она при фашистах, при коммунистах никто улицу не трогал. И так она улица шоссе у Киселёв. Через центральную улицу Бухареста стоит триумфальная арка. И они чтят память Киселёва. А у нас не память Фёдорова, не память Карла Шмидта, увы. Ну, дело в том, что... Давайте один пример я вам приведу. В этом году будет отмечаться в октябре-ноябре 350-летие со дня рождения Дмитрия Кантемира. Круглая, значимая дата. Человек, который вошёл в историю не только Молдовы, но и всемирную историю. Его чтут и во Франции, и в Германии, и в Турции, во многих местах. В России в том числе. Румыния объявила этот год годом Дмитрия Кантемира. Официально. А у нас как будто ничего не происходит. Как будто-то никакой связи нет с этой личностью. Ничего не оставил и не продвигал Молдову и знания о Молдове. Не написал историю земли молдавской. Не написал другие произведения, которые в значительной степени ввели в оборот. Исторический, политический и так далее. Знания о нашей стране. Мы чаще всего являемся Иванами родства непомняющего. К великому сожалению. Ну да, потому что история... Я историей Кишинёва занимаюсь, так любительски. Я тоже понимаю, что огромных листов фамилий, которые, в принципе, никто не знает. Они столько для Кишинёва сделали хорошего. А у нас просто 5-6 фамилий знают и всё остальные. И это вот насколько... Проблема, я думаю, что во многом связана с определённой традицией. Я вам хочу сказать, что старая древняя история, допустим, Молдовы не особенно была в части в 40-е, 50-е, 60-е годы. Это с одной стороны. То есть, в какой-то степени идеологически. Но есть другая проблема. Проблема, связанная с документами, с источниками. У нас в нашем архиве не так много документов, отображающих эпоху 16-го, 17-го, 18-го столетий. Большая часть документов рассыпаны по различным архивохранилищам России, Польши, Австрии, Франции, Швеции, Турции. И для того, чтобы работать над этими документами, над этими источниками, в этих архивах, необходимы средства. И необходимы люди, которые знают языки, и не просто знают языки современные. Ещё и желание имеют это делать. Которые, по сути дела, делом своей жизни поставили исследование, изучение этой истории. Так что на сегодняшний день только состоятельные государства могут себе позволить заниматься древней историей. Оплачивать эти расходы на археологические исследования, на археографические исследования и так далее. К великому сожалению, в нашей стране можно говорить только об энтузиастах, которые за собственный счёт ездят, работают. Книги пишут. И книги пишут и издают. Я вам хочу сказать, что книги... Это только часть ваших книг, да? На сегодняшний день их 28. 28. Это всё посвящены истории нашей страны. Нашей страны, людей, которые проживали здесь, истории взаимоотношений между Молдовой и соседними странами. То есть, всё, что можно было найти в архивах хранящих и выдать на гора, которая бы освещала нашу древнюю и не столь древнюю историю. Вы знаете, буквально неделю назад я, будем говорить, опять готовились, нашёл я в интернете 1925 год, как оповещали жители о указах. И вот, в принципе, вроде бы я не дурак, там, эту самую историю изучаю. Но я, честно говоря, прочитал, я открыл рот. Потому что там было описание, что, значит, это город Бельце, 1925 год. Значит, на перекрёсток выходил полицист, рядом выходил барабанщик, бил в барабан, люди выходили на улицу. Глашатой. Да, он всё, оглашал указ. Потом они переходили на следующий квартал, опять бил в барабан. И опять Глашатой освещал эти все вещи. И вот это только почему-то тогда сообразилось, действительно, как многие вещи тогда передавались. А здесь ничего удивительного. Здесь ничего удивительного. Большая часть населения неграмотна. Читать объявления в газетах далеко не все могли. Ну да. Просто сам факт иногда. У меня опять же, некоторые тоже пишут там, типа румыны тут ничего в Кишинёве не построили. А зачем было строить? Кишинёв был уже в булыжнике. Тут был трамвай. Тут было это самое... Естественно, был город, который входил... Не в худший город был Российской империи. Пятый. Пятый по уровню, да. Тут все было. Тут все было. То есть, понимаете, вот эти вот вещи начинаешь копаться, смотришь и опять же... Ну что меня поражает сейчас, вот в этих, в старых советских публикациях, в нынешних публикациях, которые опубликованы в молдавских, даже в румынских газетах. Там все идеологическая подоплека. То есть, памятник то... Советская власть писала памятник, что разбили румыны. Румыны пишут, что разбили большевики. Вот. Тому же памятнику Александру Первому, Александру Второму. То есть, совершенно... Фердинанту. Ну да. Нет, но Фердинанта не снимали же, сами румыны повредили его. Но вот эти все вещи, настолько это интересно, как идеологическая подоплека там. И ты начинаешь... А город-то, городу все равно... Город был царский, город был королевский, город был советский. То есть, все равно это эпизоды, и вообще они потихоньку там в одном времени... Очень интересно смотреть. Вы задеваете одну очень болезненную тему. А как же без этого? Это же эта жизнь. Правильно. Но дело в том, я имею в виду историю. Потому что, понимаете, в какой-то степени история себя как-то как наука дискредитировала руками самих историков. Я помятую в 80-е годы конкурс на историческое или историко-педагогический факультет педауниверситета. Это было 14 человек на место. Сейчас бюджетные места не все заполнены. Не идут. Потому что, понимаете, много объективных факторов. Но есть и субъективные факторы, к великому сожалению. Мы постепенно превращаемся в маргиналов, провинциальных исследователей. Сказать, что есть работы уровня международного, европейского, очень мало. Очень мало. На которые бы ссылались, которые цитировались, которые бы использовались и так далее. Я уже не говорю о теории истории, методологии истории, философии истории. Пока не дотягиваем. Да и мелкотемия тоже развита очень здорово. Это не означает, что не надо заниматься исследованием местной истории. Я имею в виду историю городов, сел и так далее. Слава Богу, в последние десятилетия очень много работ появилось на эту тему. Но я называю нынешний период временем неоромантизма. Почему неоромантизм? Потому что романтизм в исторической науке относится к первой половине 19-го столетия. Тогда, когда характерными чертами этого периода было исследование, в первую очередь, местной тематики. Когда национальные интересы, тем более зарождающихся государств. Вспомните, создание итальянского государства, немецкого и так далее. Румыния, Германия, Италия. Много-много, да. Требовали что? Познать свои корни. А это огромное количество различных музеев, архивов и так далее было создано. Публикация сборников документов, материалов о прошлом. По сути дела, мы тоже самое делаем последние 30 лет. А вот, когда мы говорим о фундаментальных исследованиях, к великому сожалению, этого нет. Вы сами говорили, что у вас очень сильная школа была. Преподаватели были в университете. Правильно. Они, в принципе, уже знания передали? Ну, я вам хочу сказать, что, слава Богу, они и передаются. Они и передаются. Но многие объективные ситуации, допустим, уводят людей из науки в другие сферы. Кто чем занимается? Это раз. Во-вторых, возможность более тесных связей, контактов, общения с своими коллегами из-за рубежа имеют тоже определенные лимиты. Не так легко попасть в ту же самую Польшу для того, чтобы работать, исследовать материалы. Эти единицы имеют возможность. Или во Франции, или же в Ватикан. Я вам хочу сказать, что там тысячи дел, десятки тысяч дел, нетронутые, которые относятся к нашей истории. Самое интересное, мне вот недавно Марк Евгеньевич Скачук сказал, он написал скинуть ссылку, говорит, что в Москве стали оцифровывать книги, и, говорит, есть оцифрованные книги 1800, про Кишинёв, я про Кишинёв имею в виду, 1834 года, которые там оцифровали, и, соответственно, появилось в электронном виде, можно посмотреть, потому что там где-то одна книга. Это же тоже интересно. Вот я всё, надо до этого добраться, посмотреть, просто мне интересно, какой был Кишинёв в 1834 году, когда написано было, будем говорить, очевидцами все. Я вам хочу сказать, что в продолжении этой темы очень мало, допустим, совместных трудов, молдавских историков и, допустим, историков Франции, историков Германии и так далее. Очень мало их. Среди последних работ я могу назвать проект, который был посвящен Карлу XII, пребыванию его здесь, который делали совместно с шведскими коллегами. Это очень интересный проект и много публикаций, касающиеся событий 1709-1713 года. Там уже 5 лет даже было сидение. Неполных. Неполных. Ну да. Неполных 5 лет. Тем более, что если вас интересует судьба, у меня две работы вышло. Это «Колобалык», то есть события, связанные с атакой его лагеря в Варнице, и выдворение его, и затем возвращение из Турции в Швецию. Я, по-моему, читал, что его называют там «Король Голубцев». Он же тут присватился. Голубцы есть. Его там... Нет. Его называли Демир Башка. А, нет. Турки, да. Это «железная голова» за упрямство, за настольчивость, за мужество, за многие вещи. Нет. Это все интересно. Это все, в общем, будет история делать какое-то сезаемое интересное. Просто знаете... Она делается сезаемой через личности. Понимаете? Через людей. Я сейчас хочу. Я знаете, как пришел к изучению истории Молдовы? Истории через кофе. Нет. Ну, серьезно. То есть, я когда прочитал, что... Вот это было уже лет 20 назад. О том, что первая Молдовая выпила кофе в 1509 году. Там... Я потом даже... Была белорусская. Телевидный репортаж такой сняли. Все над нами хихикали. Но потом стал... У меня появился интерес к истории Молдовцев. В школе меня учили истории плохо. Особенно молдавской истории. Учили отвратительно. Тонкий учебник. И вообще-то ничего не... Мы вообще не учили. Это так. Это можно назвать... Для галочки все было. Ну, все зависело от преподавателя. Ну, да. А потом... Ну, потом, когда я стал... Вот когда у меня... Я стал изучать. Я начал читать. Читать. И вот таким образом... И ты понимаешь, что совершенно другая страна, другая история. Которую надо людям рассказывать. Надо дети... Вот я сейчас... Вот недавно был. Сказали, что... Я был на выставке. Это когда Маркет Кучката. Вот археологические раскопки были. В музее национальной истории. Это выступала женщина с отдела культуры муниципи. И сказала, что снова с 1 сентября в школах будут введены уроки кишиневоведения. То есть, начнут рассказывать историю города детям. То есть, это здорово. Потому что, как люди могут любить свой город, если они ничего об этом городе не знают? Ну, дай бог. Дело в том, что для того, чтобы ввести подобные... Это, я думаю, вспомогательный курс будет. Так. Но все равно. Но, по крайней мере, уже... Но дело в том, что для того, чтобы даже иметь вспомогательный курс, необходимо иметь материалы. Дидактические пособия и так далее. Которых тоже нету. Которых, да. К великому сожалению, нет. Вот. Поэтому, изначально, надо этим заняться. У меня такой вопрос. Когда интереснее было, министром образования или послом? Что интереснее? И то и другое. Нет, я понимаю, что... Это несопасимые вещи, честно вам скажу. Потому что одно помогает другому. Я же пришел на пост министра с должности посла. И это в значительной степени помогло мне и установление контактов, и решение многих вопросов. Общение с коллегами за рубежа и так далее. Вопрос в другом, что уровень ответственности, уровень занятости и так далее министра намного превышает, естественно, уровень ответственности и занятости посла. Вы четыре года были, да? Нет. Министром? Министром был три года. Три года. Да. Три года. И этого достаточно. Спасибо. Слушай, Виктор Иванович, я знаю, что вы на гитаре играете. Есть такое дело. И песни поете? И что поете? Ну, судить не мне. Нет. Я просто... А какие вы песни поете? Разные. А есть любимые? Конечно, есть. Какая? Вот Ваша любимая песня какая? Дело в том, что я не только являюсь кишиневцем в девятом поколении, я еще являюсь передаточным звеном между поколениями нашими в нашем роду по песенной традиции. Допустим, в нашей семье, в нашем роду есть ряд песен, которые исполнялись прадедами, потом перешли постепенно ко мне и исполняют и дети мои. И я знаю точно, что эти песни не звучат ни на радио, ни на телевидении. Вот это раз. А второе это... А можете сказать, что это за песня такая интересная? Или это семейная чисто? Да, это семейная. А что за песня такая? А это поется о взаимоотношениях между родственниками, родными. То есть, эта песня тоже, она тоже уже как лет сто, да? Больше. Намного больше. Намного больше. И что, и в этих, кто собирал молдавский фольклор, они входят туда? Я не видел. Во всяком случае, я не находил подобного. Это раз. Во-вторых, романсы. Бардовские песни. Романсы русские, румынские какие? И те, и другие. И те, и другие. И те, и другие. Турецкие. То есть, есть интересные. Польские, еврейские. Потому что я вот, даже, понимаете, вот и с музыкой, я с молдавской как, она звучала, но тоже особо, ну, не учил я. Потом я учился. То есть, я жил в Одессе много, я работал на пароходе, все. Поэтому, а потом получилось так, что вот есть такой Митико Хабашевску, он очень в фильме «Лаутары» мальчиком на скрипке играет. И так получилось, что я свой первый общепитовский опыт получил. Я был управляющим вот тут, на Рыжкановке маленьким ресторанчиком, поздравил «Ла Плачин», еще до тех «Ла Плачин», которые были. И тогда туда пришел Митико Хабашевску и Андрюша Порчевску играть. И вот тогда, когда я ушел оттуда… Прониклись? Да нет, и когда я оттуда ушел, я потом, когда приходил туда, они знали, что они должны мне сыграть «Осяра ла Констанцию» «Романс» и «Баладу Парумбеску». Понимаете, вы просто настолько они показали красоту молдавской музыки, которые, понимаете, все, мне кажется, надо с любовью. Если с любовью ты будешь отдавать знания, тогда и люди это полюбят. – Извините, пожалуйста, знаете, как помогали мне вот эти наши вечера или встречи, которые организовывали мы с коллегами, послами и так далее, когда исполнились молдавские песни? Я видел, с какими восхищенными взорами мои коллеги слушали и внимали этим песни. – А вы самоучка или вы в музыкальной школе учили? – Да, самоучка. – Я просто помню, у меня в детстве учили играть на фортепиано, но, увы, я… – Меня не приняли в музыкальную школу, к великому сожалению. – Да, не научился. Я помню, когда был на военном корабле, я служил в Севастополе на военном корабле, я помню, у нас был один офицер, в общем, кореец, из Санкт-Петербурга, Ленинграда тогда, он был такой весь влащённый, приходил, садился и за фортепиано играл. Как это было красиво. Вот тогда я себе кусал локти, что я не научился играть, да, вот это. Здесь есть вещи такие. – Всему своё время, хотя кто-то сказал прекрасную мысль, что для совершенствования нет предела, и можно научиться языкам и в 80-летнем возрасте, и освоить музыкальные инструменты в 90-летнем. – Нет, есть много примеров, ничто не мешает этим заняться. – У меня сейчас увлечение – это кофе нет и история Кишинёва. Для меня сейчас это вот вещи, которые я отдаю всё время. – Ну, можно расширить спектр своих интересов. – Ну, я ищу, вот мне просто интересов, вот я нашёл недавно, был какой-то в 1840 году, какой-то Кишинёвский марш такой, и вот я звонил в филармонию Свети Билл, то никто не знает, не сохранилась нота. Есть название, увы, и автор, а нот нету. Тоже обидно, просто интересно было… – Ищущий да обрящий. – Ну, да, я, честно говоря… – Вспомните великолепную фразу у Гакова. – Ну, да. – Рукописи не горят, ноты тоже. – Ну, да. Я просто-напросто вот смотрел сейчас благородное собрание, и вот какие интереснейшие люди там проходили, какие интереснейшие туда приезжали артисты выступать. Там, в общем, барон Врангель два раза был и устраивал, между прочим, когда первый раз ему устроили кишинёвцы, когда он приехал в Кишинёв, а потом через две недели барон Врангель для кишинёвца давал ответный бал. Вот эти вот такие кусочки, вот это как раз мозаика такая, и собирается такая вкусная-вкусная история Кишинёва. – Я вам хочу сказать, что изучая, допустим, военную историю, историю полков и так далее, для офицерского состава было за честь служить в Бессарабии. – Именно в царской армии? – Да, да, совершенно верно. – Я знаю, у меня есть кружка 14-го пехотного волынского полка, который тут стоял в Кишинёве. – Ну, здесь стоял и Лубинской, допустим. – Да, и Лубинской, да, и тут были интересные эти вот… – Очень много интересных, очень много и людей интересных, и истории связанных с ним. К великому сожалению, вот устная история, она здорово обеднела, то есть много не зафиксировалось из того, что происходило, допустим, во второй половине 19-го столетия, первой четверти 20-го века. – Да, это увы, нет, даже сейчас историю. Между прочим, вот у меня есть такие позывы иногда там делают, такие встречи. Так вот, у меня был Эдуард Лобастов, очень интересный, ему сейчас… он приехал в Кишинёв в феврале 45-го года, в возрасте 11 лет. Старческой деменции нет никакой. И вот он мне рассказывал, что он жил рядом с Велинским рынком, и там бывало, иногда выпивал Заикин, и когда он выпивал, он уже в возрасте был, милиционеры подгоняли пролетку на рессорах, чтобы чемпиона отвезти домой, чтобы не тревожить его. Понимаете? Вроде бы мелочь такая тоже, но тоже такой маленький Кишинёвский штрешок. А вот мне Пётру Гудкареу, наш знаменитый режиссёр, его папа торговал, как говорится, на эллинском рынке вином, он родом с Бардера. И вот Пётр сказал, как он маленький, пять лет помнит, как приходили к папе писатели, поэтов, полареях там, рассказывали. Это же тоже, понимаете, вот такие штришки, которые делают историю города какой-то такой… – Колоритный. – Колоритный, выпуклый. Понимаете, когда ты просто понимаешь, как тут жили. Это же очень интересно. И если можно, это всё вот сейчас смогут это детям передавать, чтобы они город любили, тогда они по-другому будут к городу относиться. То есть, может, любить-то надо. Я надеюсь, что смогут привить любовь к городу у тех, которых сейчас в любви нет. – Вы знаете, в первую очередь, на мой взгляд, для того, чтобы привить любовь к городу, надо привить любовь к людям, уважительное отношение к людям. К великому сожалению, в последнее время это не особенно у нас замечается. Здороваться не здороваются. Речь, она в значительной степени обеднела. Читать стали меньше. Я не собираюсь становиться брюзгой, понимаете? – А я знаю, что сейчас в театры ходить больше. Посмотрите, театр Лучаффору, там всегда театр Остров, занятый, билетов не купишь. Вот где нет, люди ходят в театры, молодёжи ходят. – Я вам хочу сказать, что это всегда было, по-моему. Только в конце 90-х годов. – Был такой период, когда они вообще в театре полупустые были. – Так я ещё раз говорю. Это обнищание, которое всеобщее было в 90-е годы. – Но сейчас ходят уже. – Ну и слава Богу. – Значит, есть… – Но я вам хочу сказать ещё одну вещь. Что когда-то и театр ходил в люди. – Да. – Сейчас вы не заметите этого. – Мы разговаривали, знаете, Андрюша, сакирку актёра. Так вот, Андрюша… Я говорю, Андрюша, как вы стали актёром? Он говорит, он был из маленького села под Сорохом. Он говорит, там приезжал театр. И на машинах играли. И вот я тогда хотел стать актёром. Да? Остревятся. Что поделаешь? Меняется, но с другой стороны появился интернет. Люди могут смотреть. – Да, если показывают. – Ну, в интернете всё найти можно? Было бы только желание? – Ну, не всегда. – Ну, по крайней мере, есть возможности у тебя. – Много чего есть. Желание было бы. – Значит, надо… Тем более вы были министром образования. Значит, надо каким-то образом… Мы должны же нашим детям, всем прививать любовь к учёбе. Любовь к знаниям. Потому что… Давайте… Вот я сейчас скажу, у меня была ситуация, когда я вот работал, да, там же вот, в том же кофе-хаусе, когда в начале. Огромное количество официантов было с высшим образованием. Они закончили институт, выучились, но не пошли работать по специальности, потому что специальность даёт мало денег. В самом начале карьеры. Они шли за деньгами, работу свою не любят, потому что они считают, что это завтра я пойду работать по специальности. И так работают годами, не любя свою работу. И вот получается, как может человек, если я приду в ресторан, мне предложить интересно, если он свою работу не любит. Он носится как невременный. И вот уже сразу диссонанс получается. Вы затронули очень интересный вопрос. Отношение молодёжи, вообще людей к тем сферам или к тем областям деятельности, в которой они задействованы. В первую очередь надо помнить, что любая профессия, любая деятельность имеет определённый статус. Понимаете, у нас в значительной степени деградировалась статусность. Это касается, в первую очередь, образования. Я неоднократно говорил о том, что да, необходимо повысить заработную плату педагогам. Я вам хочу сказать, что во время, когда я был членом правительства, тогда принимались решения ежегодно повышения заработной платы у преподавателей. Но этого недостаточно, потому что надо было повысить и социальный статус педагога. Если этот статус будет очень высок, допустим, к примеру, Япония, там педагоги не получают великих, больших зарплат. Но те социальные льготы, привилегии, которые выделяются государством для педагогов, это и коммунальные услуги, да много чего, делают очень высоким и престижным статус педагога. Но мы, к великому сожалению, до этого не дошли, чтобы сделать этот статус привлекательным. Вот почему в педагогическую сферу и особенно в преподавании не идут люди. Мало. Потому что это и не деньги, и не статус. Что будущее дат. Потому что ранее, еще раз вам говорю, человек точно знал, что его ожидает. То есть, он имел определенную перспективу. Сейчас далеко не все, которые заканчивают высшее образование, имеют ясную перспективу того, чем они будут заниматься, на что будут жить и на что будут содержать свои семьи. Так что, еще раз я возвращаюсь к тому, что для того, чтобы любить страну, для того, чтобы любить свой город, надо сначала полюбить ближнего своего. Надо полюбить человека и уважительно отнеситься к нему, к каждому. После этого, тогда мы можем говорить, что будет уважительное отношение и к городу, к стране. Я с вами сто процентов согласен. То есть, в принципе, эти библейские исты возлюбили ближнего своего. Ну, видите, я не собираюсь быть оригинальным в этом плане. Просто, еще раз говорю, мы мало об этом думаем и мало об этом говорим, и меньше всего делаем для этого. К великому сожалению. Ну, хватит. И дай Бог, чтобы передачи, которые вы ведете, не способствовали распространению этой инвизи. По крайней мере, я считаю, что... Мне многие говорят, почему ты там свои идеи высказываешь? Я говорю, считаю, что высказывая какую-то идею, я ее, будем говорить, в мировое пространство запускаю. В общем-то, она уже в этой маносфере существует. Вы же прекрасно понимаете, что слово – это материализованная мысль, это материализованная энергия. Да, совершенно верно, совершенно верно. Так что, то, что вы говорите, это не конит, так сказать, в реку, понимаете, времени. Да, я постараюсь. Ну, что ж, дорогие друзья. А, мы уже подошли к концу. Да нет, мы можем еще говорить, а с удовольствием вопрос тоже, потому что мы... Вы же хотели себе книги показать, покажите, пожалуйста, книги. А, с удовольствием. Ну, вот мы говорили о памятниках Молдовы. Это на русском языке, есть такая же версия на румынском языке. Упоминали вы о Томе Контакузине? Да, вот это он, да, Тома Контакузина. Да, вот Тома Контакузина. Да, честно говоря, я был поражен, вот, когда ты, то, что вы получаетесь из небытия, вы опять на свет поднимаете, будем говорить, и мы жизнь продолжаете. Потому что человек живет, пока о нем помнят, пока о нем знают. Да, и по этой причине... Да, а вот эта книга... Это кто? Это Дмитрий Кантемир. Давайте покажу книгу Дмитрий Кантемир. Тем более в этом году, в этом году 350 лет, да? Да, совершенно верно. Вот пять лет назад Румынская академия присудила мне премию за эту книгу. То есть, там ценят Кантемира в Румынии? Ну, не забывают. Да, ведь не забывают. Ну, что ж, да, это здорово. А какое у вас ощущение, вот когда вы видите книгу изданной, какое ощущение, вот оно? Исполненности, это раз. А второе, вы знаете, каждая книга, после того, как она выходит, она наталкивает на необходимость заполнения тех лакун, которые заметил. А это значит, вновь работа над архивными документами, вновь поиски. Допустим, на сегодняшний день, вот интересная вещь, я многие десятилетия ищу русский вариант произведения Дмитрия Кантемира «История взлета и падения Османской империи». Дело в том, что он писал все свои произведения на латыни, вот, потом они переводились на другие языки. И любое из его произведений, особенно написанное в России, они были по заказу, по заказу Петра Великого. И, допустим, история Молдовы тоже была написана по заказу Петра и Лебница, то есть этих двух великих людей. И вышла она, она была написана в 1716-1718 годах. А вот с 1718 по 1719 почти, вот, была написана история Османской империи, вот, взлеты и падения. И в том же году, в том же году было дано распоряжение ученику грехославяно-грехолатинской академии Грозину, Дмитрию Грозину, перевести с латыни на русский. В 1720 году перевод был закончен, и Дмитрий Кантемир отправляет этот текст на русском языке в канцелярию Петра Великого. До сих пор ищу, никак не могу найти. Я, знаете что, я либо читал, либо слышал такое, что очень интересно, что от того же Кантемира мне кто-то говорил, что вот на Натыни перевод у Румын один, у России перевод немножко другой. То есть, в переводе немножко другие смыслы закладываются. Может такое быть? Не в книге? Ну там вот, я вот это вспоминаю, что-то, то есть, я присутствовал, там было, как раз было про Кантемира, что он же писал на латыни. Да. Есть переводы на румынский, есть переводы на русский. И что в переводах получаются разные смыслы его этих фраз. Я не знаю, честно говоря. Но это может быть, в принципе. Надо конкретно. Все зависит от переводчика. Ну да. Зависит смысл можно любой. Потому что иногда передать сто процентов, понимаете, слово в слово. Невозможно. Из одного языка на другой, ну крайне тяжело. Трудно, почти иногда невозможно найти синоним. А на каком языке легче писать? На русском или на румынском? Да и то, и другое. Сейчас, я думаю, выйдет на английском. Тоже, которое сами написали все? Ну да. На турецком вышло. В Турцию. И вы тоже писали сами на турецком? Нет. Что же, я не в той степени литературно образован в турецком языке. Но... Но молдавский и русский, это все, вы писали полностью все? Совершенно верно. Совершенно верно. Без уже, без корректировки все, то есть, это самое? Почему? Нет, дело в том, что дополнительный глаз, редакция и коррекция обязательные, корректоры не обязательно нужны. Это было бы странно. Это необходимо просто, наоборот. Так что, есть место для поиска очень большое. Вот, буквально, два с половиной года назад, опять же, в издательстве Академии Румынии, вышел большой кирпич такой. Это эпистолярное наследие Дмитрия Кантемира, где были собраны почти 200 его писем. Вот. С переводом языка оригинала на румынский. Мне посчастливилось слушать наши композиторы. По-моему, это был и... Как же его? Кто у нас был? Он был, например, министр культуры. Чабан? Кто-то еще, они переложили на современный лад музыку Кантемира. И мне посчастливилось все в филармонии слушать. Вы знаете, очень интересно. Дело в том, что музыку Дмитрий Кантемир начал писать еще в 80-е и 90-е годы 17-го столетия. А в 1703 году два тома истории музыки турецкой были преподнесены Дмитрием Кантемиром султану Ахмеду III. Так вот, значительная часть этих произведений, они уже впоследствии, первый раз не у нас этого исполнялись, а исполнялись в Турции. Я вам хочу сказать, что марш Янычаров, это Дмитрий Кантемир, и в Долмабахче Сараи есть часы, которые издают мелодии. Там, по-моему, 7 или 8 мелодий. И одна из этих мелодий как раз написанная Дмитрием Кантемиром. Я знаю, что кто-то у немецких композиторов там использован... Вагнер. Да, в турецкий марш использована музыка Кантемира. Много чего, много интересного, понимаете. Это настолько разносторонняя, настолько талантливая, настолько гениальная личность. Я вообще постоянно говорю о том, что это симбиоз двух культур. Симбиоз восточной, чувственной и западной, рациональной культуры, который воплотился в этом человеке и в его произведениях. Это с одной стороны, а с другой стороны, это первый молдавский энциклопедист. Дело в том, что он мало того, что знал огромное количество языков и писал. Он писал, между прочим, не только на латыни, он писал на фарси. Вот буквально в документах архива внешней политики Российской империи можно найти материалы, относящиеся к персийскому походу 1722 года, где принимал участие Дмитрий Кантемир. Он заведовал походной канцелярией и типографией, и переводил манифесты, то есть, обращение Петра I к народам Кавказа и Персии. Он эти манифесты переводил с русского на языки татарский, турецкий и фарси персийский. И вот эти тексты, они там представлены в этих документах. Знаете, что я подумал? Не знаю, как вас назвать. Вы хранитель истории. Ну, это слишком сильно сказано. Вы хранитель истории. То есть, вы храните эту историю. То есть, если бы, честно говоря, я по тому же Томак Канты Кузина, я бы и не знал, если бы не вы. Вот, понимаете, получается. Потому что, слава Богу, вот так получилось, что теперь я посмотрел вашу книгу и узнал про этого человека, который, в принципе, гордость нашей страны. То есть, вообще, нашему миру, вот этому времени и всего прочего. То есть, это история, которая тут творилась, на этой территории. Это же интересно. Очень много интересных вещей. Да. Очень много. Но сказать, что хранитель, я бы сказал, передатчик. Ну. Потому что собиратель. Собиратель. Ну, хорошо, собиратель. Это тоже хорошее слово, собиратель. А как в нурмейском будет собиратель? Вот так вот. Наш спорник – коллекционер. Даже… А нет другого слова. Коллекционер – это, может, немножко не то. Да. Треблики. Но мы не могли делать, если я часто. Я объясню, почему. Например, вот я смотрю, вот я смотрю, как вот… Ты нашёл румынское слово. А консолида. Консолидатор. Да. Консолидатор. Потому что, вот, например, мне говорят, кофейняку парфюм да история. Оно звучит как-то вкуснее. Слаще. Да, слаще, чем, например, просто как дух история. Парфюм, она как-то поинтереснее, в общем-то. Ну, так потому что парфюм имеет запах, вкус. Ну, да, да. Нет, ну, понимаете, вот, в принципе, на русском языке так не звучит. Вот именно слово с духом, но с запахом истории – это не то. А почему? Меня надо переводить, потому что в русском языке есть слово парфюм. Ну, это, понимаете, это не по-русски получить. Парфюм – это уже не русское слово, французское вообще-то. Вот по-румунски оно звучит, вот оно как-то… Да, но это тоже не румынское. Я понимаю. Да, но вот на румынском языке парфюм – это история, она какое-то такое осязаемое. А вот с духом истории, оно как-то с запахом истории, оно не тот смысл закладывается. Можете сказать, со вкусом истории. Да, со вкусом, да, со вкусом, это ближе. Но, в принципе, вот тут, понимаете, есть интересные такие обороты. Можно жонглировать, можно играть словами, не имеет значения. Слава Богу, любой язык очень богат, ты можешь выбрать. Ну да, это интересно. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что вы нас смотрели. Я думаю, что вам понравился наш вечерний разговор, который касается истории нашей страны. И это очень история нашего города, история нашей страны. Ну и ваша история. Это тоже ваша история. Потому что мы… Ваша история – это тоже часть истории нашей страны. Это не раздельная часть. Да. Дорогие друзья, большое спасибо. В гостях у меня был доктор исторических наук, доктор педагогических наук, посол, министр, генеральный секретарь черноморского экономического содружества. Совершенно верно. Человек, который представлял нашу страну на многих международных форумах. И который очень для многих людей олицетворял, опять же, нашу страну. Большое спасибо, что вы пришли. Спасибо за приглашение. А вам то, что вы нас смотрели. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok